добрый день меня зовут людмила трушкина я маркетинг-менеджер по защите семян зерновых мы с вами находимся в институте защиты семян компании сингента и сегодня начинаем новую рубрику это слово агрария и хочу вам представить своего гостя всем привет меня зовут артём белобритский я кфх из краснодарского края приехал сюда по приглашению компании сингент и кроме того занимаюсь агроблогингом веду свой youtube канал и очень интересно здесь сегодня у вас побывать готовы работать мы это все сейчас уберем поехали расскажи пожалуйста откуда ты скажем родом почему начал заниматься сельским хозяйством немножко хотелось бы узнать твою историю стандартная история частенько мне ее вопрос вернее задают мне этот краснодарского края с небольшой маленькой станицы население 1300 человек был студентом трижды кубанского государственного аграрного университета и только на третий раз все-таки решил подтвердить текущую свою деятельность с образованием то есть третье образование у меня агрономическая графа был вот собственно из краснодарского края каким образом попала сельское хозяйство но не сразу у меня основное образование первое вернее это экономическая затем юриспруденция и вот только 3 аграрфак это говорит о том каким образом развивался я принципе сам сам до этого работал попробовал поработать по своему целевому направлению банковская сфера была но начал смотреть по сторонам и все-таки так сказать произошло определенное выгорание при работе с нами и как это часто бывает вот в основном у нас возможно по краснодарскому краю поступило предложение в первую очередь от своей семьи артем смотри есть боевой наш земляный участок необходимо просто им заниматься в том плане что рассмотри просто возможность как раз и не интересно не интересно потому что мы этим заниматься не будем здесь энергия прям нужна такая и все-таки сельское хозяйство на начальном этапе это не так уж легко как может показаться может быть с картинки и так далее но в итоге взвесив все за и против и понимаю что живешь все-таки в краснодарском крае за город краснодар выезжаешь кругом одни поля это говорит о том что я нахожусь в благоприятном регионе для сельского хозяйства принимаю решение начинаю а когда я начинаю я параллельно начинаю и учиться вот таким образом дошел до графа пишу очень интересно действительно расскажи какими сейчас культурами в целом занимаешься что тебя больше всего интересно скажем где основные амбиции у себя в хозяйстве у меня на данный момент четыре культуры азимы этого пеница ячмень я зима рапс с недавнего времени и также кукуруза имеет свое место всего обороте подсолнечник был ранее и он был на старте моего на старте деятельности детском хозяйстве мы в моей деятельности но когда я узнал что такое зимы рапс в принципе я пересмотрел по интересы в пользу рапса нежели подсолнечника вот таким образом в данный момент четыре культуры с точки зрения скажем маржинальности перечисленных культур на какую культуру ты больше делаешь ставку я бы не сказал что на одну четко делаю потому что в моем понимании фермерское хозяйство или фермер это так или иначе как инвестор да и он распределяет культуры в зависимости от так сказать от рис от риска от окупаемости маржинальности и так далее ожидаю лучше всего маржинальность от азимова рапса и как бы то ни было но все-таки есть надежда на пшеницу вот и так сказать вот две мои культуры на которые я возлагаю надежды возможно как бы это ни звучало но вот рапс и пшеница это основные мои культуры данными точки зрения при зимовке какая чаще всего ситуация складывается какие ожидания сейчас по текущему сезону как по твоему что ожидает ближайшее время этот если говорить конкретно про этот сезон мои ожидания позитивные потому что у нас сейчас зима более менее мягкая по сравнению с прошлым сезоном у нас нет их минусовых таких экстренных для нас для краснодарского края температур возможно центральная черноземья свои так сказать представление имеет по экстренным температурам но для нас действительно было волнительно когда в прошлом году посевы озимых были так сказать не защищены снежным покровом и температура была минус 15 а для нас в краснодарском крае это очень ощутимо у нас в миг не только у меня в хозяйстве но и вообще принципе в округе пожелтели и побледнели посевы озимых у кого-то все-таки ячменный погиб потому что он похуже перенес зимовку то есть прошлый год был стрессовым для нас и тем не менее мы справились и неплохие такие стандартные урожаи получили с учетом погодных условий этот год получше я вижу что для озимых сейчас условия более лояльная уже выпадал снег был мороз так сказать происходит та самая яровизация и я ожидаю что будет все хорошо в этом сезоне если сравнивать тот год и это да и при том что и урожайности были достаточно высокие правильно ли я понимаю что прошлый год также и вашем хозяйстве были получены высокие урожайности в сравнении с предыдущими годами я бы сказал что прошлый год нет чисто золотая середина была два года назад до были неплохие результаты и озимая показывала и 80 центнеров если это озимый рапс это тоже был для нас рекордные показатели 45 и 9 центнеров гектара для нас я считаю что наверное я был лидером тогда по урожайности у себя в районе это вообще был мой первый опыт с рапсом вот ну и озимый тогда тоже не подкачали вот прошлый год был похуже из-за как раз такие тяжелые сухой зимы у нас очень было мало снега в этом сезоне получше с осадками не снег но дождь в краснодарском крае интересно слушай планируешь ли ты что-то поменять в самом подходе вот к технологии возделания либо пока как бы есть ощущение что лучше оставить все как есть к этому вопросу приходится мне возвращаться все чаще и чаще потому что сельском хозяйстве такая вот тенденция намечается что внешние факторы бывают вносят свои коррективы цены на продукцию на энергоносители они постоянно меняются и то что я могу уже сказать с уверенностью что в этом году я начал рассматривать пересматривать структуру затрат часть уменьшения мне приходится уходить и в первую очередь я начну с удобрений как бы то ни было к сожалению то есть но надо точно понимать что не все же мне приходится там использовать самые лучшие там допустим какие-то можно удобрения если провести анализ и понять как может у меня есть ситуация не требует внесения сложных удобрений конечно я от них отказываюсь в этом году так и произошло плюс все таки как бы то ни было пересмотр культурно более рентабельные вот ранее говорил пример подсолнечник на рапс на зима рапс я сам то есть есть некий подход скажем по оптимизации затрат непосредственно на гитар да вот науки возделами каждой культуры да есть каждую культуру я стараюсь просчитывать но уже по итогу финансового года когда мне известно уже цена реализации вот всегда первым начинаю я так или иначе с рапса затем уже на подходе у меня как правило более-менее уже там допустим кукуруза пшеница все-таки она имеет у меня продолговатый такой период реализации забыл ячменица выращивал и избавляюсь от него ясно то есть в принципе уход от ячменя в пользу пшеницы да и сохранение его лечения площадей по зиму рапса насколько я вас учусь пшеница имеет определенную свою структуру и ячменем она у меня не особо конкурирует ячмень у меня будет в будущем конкурировать возможно с горох если конкуренция подсолнечник рапс рапс победил вот сейчас ячмень я не так долго выращиваю ну то есть я в принципе как хозяйство так сказать считаю себя поздним фермером потому что не более семи лет я вообще являюсь кфх там в шестнадцатом году только зарегистрировал в семнадцатом первый урожай я не понял вообще что это такое в восемнадцатом так что что ошибки какие-то но не сразу приходит осознание ячмень я вот только всего лишь на второй сезон выращиваю и тем не менее общаясь с более опытными предпринимателями фермерами кфх многие говорят рассмотри горох на замену ячмень вот вот буду сравнивать задумываться об этом тем более и бы но горох как можно понимать отличный предшественник какое место в целом построение технологии возделывания культуры ты уделяешь защите семян самое первое я бы так сказал если вот защите семян не уделять должного внимания то уже в процессе вегетации когда если вдруг я не уделю достаточное внимание защите семян и увижу уже в процессе вегетации какие-то признаки которые уже не вылечится я уже не ничего не сделаю чтобы я не предпринимал это что называется придется кусать локти и вспоминать почему же я должным образом не обратил внимание на защиту семян то есть здесь я четко отдаю себе отчет что отравитель и защита это так сказать залог на будущее развитие и на спокойную хоть хоть как-то более менее спокойно в жизни когда я буду приезжать и осматривать пассивы то есть защищаешь семена все таки или травишь защищаю хорошо а вот с точки зрения защиты семян что какую картинку вообще хотелось бы видеть в поле да вот словно там что для тебя является основополагающим при выборе препарата например и как следствие какую картинку поле ожидаешь ожидаю увидеть здоровые всводы в первую очередь это я думаю самое первое что хотелось бы увидеть когда ты приезжаешь на поле и не увидите там что-то то чего может не ожидать моим что не может не соответствовать моему ожиданию то есть задача чтобы препарат работал чтобы я отслеживал просто развитие фиксировал а не только болезни вот эти вот и потом так сказать предпринимал экстренные меры что же мне делать дальше вот это мое самое основное ожидание да и принципе все я ожидаю увидеть здоровые растения которые я вкладываю душу усилия трудозатраты тебя команды и так далее скажи какое твое мнение на тему агромониторинга цифровизации в целом подхода к ведению сельского хозяйства это неизбежность первую очередь потому что мы живем сейчас в мире где цифровизация все больше и больше увеличивает вот свою долю присутствия я за принципе мне самому удобно частенько решать какие-то вопросы имея всего лишь телефон в кармане это же здорово и спутниковые снимки и просчет рентабельности вот я сегодня даже задавал такие вопросы находясь у вас здесь мне очень интересно с минимальными усилиями и так сказать действиями получать более полноценную информацию поэтому я только за за цифровизацию насколько я понимаю уже сейчас работаешь системы кропать за которые пока еще не работал но я сегодня об этом узнал и задавал вопросы интересующие меня вот и я вижу что тут у меня коллеги ребята допустим с этим знакомый тоже будет интересно об этом узнать подучиться я думаю мне это впереди однозначно мы поддерживаем это направление да и с точки зрения даже защиты семян принципе мы это сегодня обсуждали да что есть скажем новые сервисы которые позволяют также подбирать поля и уже подбирать нормы высева в том числе на самом начальном этапе при подготовке к сезону если мне это поможет конечно не только за супер ну что в целом хотелось бы уточнить как прошел сегодня твой день и какие может быть пожелания команде защиты семян я будут во первых ни в коем случае не пожалел что приехал в гости я увидел современно работающие институт приветливый персонал квалифицированный грамотный и я ухожу отсюда с полезностью потому что я получил новую информацию мне было очень интересно это все рассматривать задавать вопросы и оказывается я даже что-то понимаю том плане когда дело касается защиты семян вот но конечно я узнал намного больше и то чего не знал команде желаю развития успехов расширение зоны влияния как бы то ни было и у вас очень крутая подача мне нравится и те кто здесь не был я вам очень рекомендую приезжайте получите только полезность спасибо большое за столь высокую оценку мы в дальнейшем здесь будем оправдывать ожидания до ждем гости всех спасибо тебе огромное спасибо за приглашение все увидимся в полях спасибо